Дуб В частности не имеет никакого отношения, потому что он растет гораздо южнее. Это наш южный гость. Поэтому в наших местах самостоятельно дуб практически никогда не вырастает. Есть некоторые исключения, о которых мы часто говорим на наших экскурсиях. Но так, в общем и целом, самый большой возраст петербургских дубов примерно 300 лет. Плюс-минус. Этот дуб по преданию сажал Петр Первый. Так это или не так неизвестно, но тот дуб, который точно постоял Петр Первый, который находился чуть дальше, он уже благополучно спилен. И для потомков сохранился его только пень. Такие сполины, дубы, в местах своего естественного произрастания могут жить очень долго. 700-800 лет для дуба это не предел. В общем и целом дубы могут жить даже несколько тысяч лет. Но в этом случае чаще всего речь идет о том, что все-таки вот этот ствол погибает, отмирает, а от корня отходит новый. Почему же в наших местах дубы не достигают даже своего среднего возраста? То же самое, кстати, можно и сказать о всех других деревьях. И о липах, и о лиственницах, и о тополях. Дело в том, что любой живой организм развивается в какой-то определенной окружающей среде, которая непосредственно напрямую влияет на его жизнь и долголетие. Наша сегодняшняя жизнь, жизнь человека, в первую очередь, зависит от состояния окружающей среды. Это самый большой фактор, который влияет на нашу жизнь. Все остальное на втором, третьем и последующих местах. То же самое можно сказать про любое городское растение. Оно живет в условии агрессивной городской среды, ровно так же, как и мы с вами. И ровно так же, как на нашу жизнь влияет загрязнение, шумовое, химическое, информационное и самые другие факторы, разные некачественные окружающие среды, так и на деревья они также влияют. Этот дуб, если бы мы переместились с ним лет на 300 назад, спокойно бы еще прочитывал лет 300. Я практически в этом умерен. К сожалению, в современной загрязненной обстановке города шансы его дожить до 600 лет практически минимальны. Я думаю, что лет через 10-20 мы этот дуб потеряем. По крайней мере, так происходит сейчас со самыми старыми дубами Санкт-Петербурга. Они выпадают один за другим. Поэтому вполне возможно, в следующий раз, когда вы появитесь на Елагином острове, вы можете уже не застать этого красавца. Поэтому торопитесь. Увы, к сожалению, даже деревья в городской среде не дотягивают до своего не то что максимального, а даже среднего возраста. Что же говорить о нас? Если так сильно страдают деревья, то, конечно же, не менее сильно страдает человек. Поэтому к деревьям на городских улицах можно относиться как к такому звоночку, либо как к индикатору. Если они себя чувствуют хорошо, если они в избытке и в достатке, если они в хорошем физическом состоянии, значит и мы можем быть ровно в том же состоянии. И нам также может быть комфортно. Если деревья на улицах города, жалкие, убогие, полузасовшие, это показатель того, что городская среда нездоровая и опасная в том числе для человека. Единственный способ что-то изменить, это увеличивать количество зеленых насаждений, разумно подходить к городской среде как к среде обитания человека, смотреть за загрязнениями, контролировать их, снижать, уменьшать и так далее. Делать ее более здоровой. Иначе не только дубы не будут доживать до своих средних статистических лет, но и люди. В общем-то механизм здесь примерно одинаков. Реклама